Две блондинки стоят в аэропорту в очереди на таможенный досмотр. Одна задумчиво, глядя на самолеты, говорит, «Слушай, я не пойму никак, зачем самолеты угоняют? Они же большие, их же потом не спрячешь никуда». Трой ненадолго задумавшись, «Дура, их же в воздухе угоняют, когда они маленькие». Мужик прискакал к любовнице на лошади и говорит кобыле, «Ты стой под балконом, если муж придет, я спрыгну, и мы сразу скачем». Сам уходит. Через некоторое время раздается звонок в дверь любовницы. Мужик прыгает с балкона. Любовница открывает дверь, перед ней стоит лошадь и говорит, «Передайте хозяину, что я в подъезде подожду, там дождь пошел». Оправившись от инфаркта, Раневская заключила, «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны». Муж возмущается. «Мне надоело быть второй скрипкой». «Радуйся, что ты вообще в оркестре». Каждый раз, когда я выхожу из вашей парипакерской, у меня возникает вопрос, «А зачем вы меня спрашивали, как я хочу постричься?» «Дорогая, я сегодня так плохо спал, а что ты вообще умеешь делать хорошо?» Беременная женщина, сообщив мужу, что у них будет второй ребенок, подзывает первого ребенка и спрашивает у него, «Скоро у тебя будет братик. Каким ты хочешь, чтобы он был?» «Желательно, чтобы не рыжий, как в деле Коля». Мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться, 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 а потом пац, и ты голая. Да, но девушки с чувством юмора еще опаснее. Смеешься, смеешься, а потом пац, и ты женат, ипотека, и трое детей. Какой у вас уровень владения иностранными языками? Так и самый изначальный. Умею уходить по-английски. Субтитры создавал DimaTorzok